Дорогие зрители, сегодня с вами Ланчика и Закуталочка, и мой влачный брат Никита. Мы очень долго не виделись, потому что... Сейчас... Потому что было... Я готовилась к школе. Мне было не до видюшек, но с вами общался мой папа. Мы с Никиткой не могли быть в экране, но... И еще я готовился тоже, ну, это сядет. Вот, и сегодня мы, наконец-то, на экране. Я очень соскучилась по вам. Поэтому сегодня у нас видюшка про... Как правильно ухаживать за морским аквариумом. И что для этого нужно? Отлично. Все это очень просто, ухаживать за ним очень-очень-очень просто. Поэтому просто смотрите, и у вас уже будет стоять аквариум. Ладно, приступим. Посмотрите, как у нас это все изменилось. Вы заметите, конечно, что несколько кораллов исчезло. Исчезло, потому что когда папа был в командировке... Ну, мама, конечно, сидела правильно, как папа говорил. Но почему-то два коралла умерло. И сколько умерло? Два, правильно. Две эуфилии. Два скончалось. Да, сказка, скончалось. Когда те нескончались до последнего. До последнего. И актинина сверх-посерединке. Смотрите, как ей так хорошо привыкли. Она, кстати, стала больше пушистей, чем всегда была. Так что на этом месте ей было очень-очень хорошо. Папа, тут у нас был коралл, который умер? Да, как раз там был. А, да, это у нас еще там календра умерла. Кстати, она определяет туда. А сюда? На следующий. Потом она била еще больше, больше, больше. А потом она так везет. Она была вообще в угол забилась, там было некомфортно. Ну, коралл... Короче, он скончался. И актинина стала очень лучше. Зеленый календаром, да. Он облетел полностью весь вместе с двумя его филеями. И рожки. Да, вот, это как раз и рожки. Это календаром и есть. В конце концерта? В конце концерта? Да, покажи. И что? Они вообще там были маленькие. Вот у нас были еще такая актина. Только поменьше, чем это. Ну, да, но в каком-то джачке. Давай, короче, без подробностей. Так, что необходимо для ухода за морским аквариумом? Сейчас мы заглянем в нашу волшебную тумбочку. И наш волшебный аквариум будет смотреть. Так, каждую неделю нужно чистить стеклышки. У них будет, если их не чистить, будет налет водоросля. Поэтому всегда раз в неделю, ну, в недельку каждую нужно чистить. Этим скребком, магнитным скребком нужно чистить стекла. Смотри пальцем. А то будет, а то будет, тот будет, ну, я бы не сказать, будет тот обрастание. Обрастание, молодец. Вот у нас есть еще вот такой скребок. Если уже заросли очень-очень взросли, и они серьезные. И вот такой вот скребок для мытья. Ну, стеклышки, да, тереть, такая тряпочка. Нет, изнутри только, с внутренней части. Еще можно как-то вот так тянуть. Да, 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 тоже изнутри, если сильное обрастание. А еще можно вот так тянуть. Никита, это уже вне графика ваша речь. Продолжаем по графику. Так. Вот у нас тут есть наборы шприцов. Так, покажите. Один. Три шприца. Еще. Разного объема, да? Такой маленький, такой гигантский шприц. Это мой папа взял. Гигантский. Ну, и самый маленький. Это, чтобы кормить кораллов, ну, и рыбок, вы поняли. Это камень, а это мили-знялим. С темноте. Так. Еще у нас есть тут кормы. Корм. Корма. Различные, да? Для клоунов. Вот, держи. Держи. Какую-то рыбку. Угу. Клоуни. Держи. Это такой. Так, все, все. А, тут еще один остался. Один остался. Вот такой вот. Все, все это. У папы тут 100 видов. И вот такой. Ну, они различного именования, потому что есть различные содержания в каждом корме. И для рыбок желательно, конечно, создавать разнообразие. Чтобы не было одного и того же корма. Так, понятно. Что дальше у вас? Скажите, что дальше расскажите. Так, тут пинцет. Так. Папа им кормит рыбу, а еще очень удобно какие-нибудь кораллы там, например, подровнять. Если я не упал их, хватать ядовитые, например, и ставить. А можно хватать руками кораллы, предположим, или огненных червей? Расскажи, пожалуйста. О, не-не-не-не. Папа, короче, когда втаскивал коралл, он сдох вчера. И там он заметил, что полос черв. Огненный, да? Да. Он прям взял его руками, папа, пальцами. У него пальцы были все в щепах. У него пальцы сейчас вообще твердые, как камень. А пухли они, да? Да, а другие вообще неладненькие, как батюшка. Очень милый. Папа. Он там перед дверью, он его выходит, и он тверь. Червяка, да, да. Поэтому, знаете, где кораллы, которые вы хотите убрать, всегда берите пинцетом. Или перчатки одевать. Да, а то будет тоже, как у нас. Поэтому это и нужно. Это не смертельно, но, если честно, очень неприятно. Да, пальцы до сих пор, вот они, красные, пухшие и твердые. Огонь, огонь вообще, ну, нога этих. Иголочек, да. Иголочек, а этих. Не много них, ну, два, ну, один запускает. Так, Миланечка, что дальше расскажите, пожалуйста. Как видите, у нас тут бардак, но это, наоборот, бардак в таком машине. Это рабочая обстановка, Милан, что ты говоришь? Это так и должно быть, мне кажется, прям идеально. Все под рукой. Ну, а Лилючка заберет. Давай, Милан, дальше что у нас? Вот это, чтобы мерить. Так, для чего это? Покажи поближе экран нашим зрителям. Что это? Для чего это мерить? Помпа. Нет, это для измерения солености в морской воде, да. И сейчас там какие-то капельки нужно добавлять. Капельку, да, добавляешь. И он показывает на шкале, какой уровень солености. Вау. А если камеру вот такую подставить, она будет видеть? Ну, можно. Это чешные какие-то. Это капельки. Если вы видите, тогда мы будем видеть. Нет, сейчас не особо видно. Ладно, давайте складывайте. Дальше что у нас, Милана? Так. Забирай у этого товарища. Клади мне на это. Тешник. Что там дальше у нас? На первой полочке. Так, приходим ко второй полочке. Тут у нас всякие там эксперименты. Какие эксперименты? Для морского аквариума. Это тесты, да? Тесты, да. Вот такой, держи. Это фосфаты. Вот такой. Это нитраты. Держи. Для этого красивые лепки. Красивые лепки. Вот такой. Это карбонатная жесткость. Ага. А это для кальция. Определять уровень кальция. В общем, эти тесты, ну как бы такие, одни из основных, которые необходимы для контроля параметров морской воды. Так, что все, милашенька? Это все, что необходимо для... Или еще что-то есть? Все? Нет. А что еще? Еще есть. Давайте. Так, тут бутылочка с кеменей. Ну это как бы добавки, да, морские. Сачок. Так, сачок, чтобы ловить рыбку или какую-нибудь живность, да? Ага. И достанем. И у нас есть такая лечка. Так, вот такая длинная рука, типа пинцета длинного, да? Ну, смотрите. Тут еще у нас есть где-то сачок валяется. Ну, сачок дальше там где-то лежит, да. Смотрите, а у них вот так глубинные камни. Все кульпичи на глубине. На глубине всякой вытаскивать, да? Все это я покупала, кстати, на Алиэкспрессе, ничего дорогого. Все очень достойно. А, Витам, можно все что угодно приобретать или купить на диване? Стеклышко. Ну, это для съемок, видео и фото, чтобы голубой цвет. Вот давай синенькое стекло покажем зрителям, кто не знает. Нет, другое, желтое-желтое. Давай стеклышко. Вот, смотрим так, а прикладываем, и цветовая гамма совершенно меняется. Комфортно для восприятия нашего глаза. А еще вот это. Давай, ну, это чуть-чуть другое делаю. Да, оттенок. Так, что у нас все там, в принципе, да? Поэтому, дорогие друзья, ничего сложного в уходе за морским аквариумом. Вот то, что дочка перечислила с моим сыном. И брат. Ну, с моим сыночком, да, и брат, конечно. Вот. Ну, это снизу запчасти там различные, как бы, да. Ну, на клее я тебе уже снимаюсь. О, хорошо. Клеен помог, помог, помог. Помог, да. Старый самарик. Вот. Поэтому не бойтесь заводить и запускать морские аквариумы, да. Сложности никаких. По сути, с некоторыми вещами справляются даже дети. Как сейчас. Самое сложное, что здесь, это как бы понять, что такое, как тестировать воду. Подмена воды вообще никаких сложностей. 35 грамм на литр осмоса морской соли. Разводите необходимый объем вам и меняете воду. Так что, так что, что, Милан, ну, давай, вставай на ноги. Поднимайте, закрывайте все это, кладите все на место. Закрывайте. У меня были все, Милан, но они убили. В принципе, все. Что мы хотели сегодня, да, рассказать, Милаш? Больше никаких добавлений у тебя? Дай-ка, Милан. Давай. Так, держите экран, Ванночка, смотрите, какой крап. С большой ракушкой. Крап, большой лук. А, того, большого, который ползает? Угу. Да, хорошо. Все, прощайся с своими зрителями, Милан. Я забыть, что-то вам рассказать. Тут еще вот гигантский зерк. Ставьте лайк и подписывайтесь в календарях. С чем поздравить надо наших зрителей? Я готовилась к школе, говорила, потому что завтра 1 сентября. И я иду в первый класс. Да, блять. А-ля, пожелайте мне удачи. Ты в садик, ты в садик. Пожелайте мне удачи. Удачи тебе, малышка. Все, друзья мои, всем наступающим. Я забыть, что ты вам рассказать. Там еще гигантский зерк. Селень рыбу. А, селень рыбу, да, новую. Ну, мы с моря привезли маленького бычка, собачку, точнее, сфинкса. Вот. Она не успела уползти, и огненный червь ее съел. Но это ладно, не будем о грустном. Вот. Не будем о грустном. Поэтому всего хорошего. Всех с наступающим 1 сентября. Всех, кто идет в первый класс. Тоже большой-большой привет нашим зрителям. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Может, подписчики будут в моем классе учиться. До свидания. Пока-пока.